Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Доминато Спейс, и сегодня у нас будет вторая часть моей рубрики. Рубрики, в которой я рассматриваю ваши самоделки, дорогие подписчики, поэтому она так и называется «Самоделки от подписчиков». И сегодня мы посмотрим на те моки из баранников, которые я и мой редактор Галлан Марк Старкиллер выбрали как, ну, самые-таки лучшие. Вот, и сперва хотелось бы измениться перед некоторыми авторами, самоделки которых я в прошлую серию не добавил, потому что одному я не верил то, что он так хорошо сделал, вот, а про второго я, к сожалению, не увидел этого крутого саундвейва и саундбластера, но сейчас мы о них поговорим. Если вы хотите принять участие в этой рубрике и попасть, возможно, в следующий выпуск, то рекомендую пройти по ссылке в описании в мою группу ВКонтакте, где вы можете опубликовать ваши работы из Лего, и если они будут очень хороши, классные, то они могут попасть в эту рубрику. Ну, и начнем с Тамерлана. Тамерлан у нас создал вот такой вот шикарный дом на горе, скалистый, очень башенка такая красивая. И я, честно, извиняюсь, я не верил то, что это действительно его самоделка, потому что сделано так, будто бы, я не знаю, он американец, который делает самоделки для каких-то конвенций типа Брикона или Брикена или каких-то таких вот вещей, потому что самоделка очень классная, очень реалистичная. Следующий у нас Илья Елисеев. А, вот, да, его я не добавил, вот у него Саундбластер и еще Оптимус Прайм был. Очень крутая самоделка, мне нравится. То же самое можно сказать и про вот этот шикарный ААТ. Данный танк у нас создал Андрей, и мне очень нравится эта самоделка, потому что, ну, танки дроидов мне всегда импонировали своим дизайном, и данное воплощение в Лего очень даже неплохое. Следующая самоделка у нас по Биониклу, это Туаликан, и он у нас от канала Лао Вай. И самоделка, на самом деле, очень классная, мне нравится то, что он стилистику старых Биониклов использовал и не стал здесь какие-то другие детали имплементировать. Как по мне, выглядит довольно-таки оригинально, и мне кажется, такой набор даже мог бы выйти. Следующий у нас от Пожилого Чугуна. Чувак реально хорошо самоделит, поэтому он уже второй раз у нас в рубрике, и в этот раз у него стим-панковская машина. Выглядит она как из Мадмакса, мне это очень сильно понравилось, у него крыша открывается. Да и в целом выглядит, как вы можете заметить, очень даже круто. Далее, вновь у нас Андрей и Андрюха у нас создал вот такую классную сценку с битвой дроидов и клонов, нападение на блокпост клонов он ее назвал. И опять же, выглядит очень классно, такая миниатюрная, но много деталей, соответственно, довольно-таки детализированная. Возвращение Великого Пожилого Чугуна с другими саундвейвами и саундбластерами. Да, видимо, я вот такой вот на русскоязычном фандоме Лего создал тенденцию создания саундвейвов дживановских. И меня это очень радует, потому что это очень круто. Раньше я был такой один в своем великом деле. У нас командор Рекс приветствует нас с его собственным световым мечом. Я так полагаю, это его дизайн, он бы с таким световым мечом сражался, если бы был во вселенной Звездных Войн. Следующий у нас Александр. Александр сделал вот такой вот красивый экзоскелет для клона. Использует здесь вот такой интересный салатовый цвет, который в Гарри Поттере использовался. Ну и сочетание довольно-таки классное, но и модель в принципе выглядит довольно-таки неплохо. Можно даже в экзофорсе использовать. Кирилл создал довольно-таки интересную сценку избиения Кайло Рена. Я в принципе не против, но мне кажется на месте Кайло Рена должна была быть Кэтлин Кеннеди. Как-никак она утверждала этих персонажей. Но в любом случае посыл здесь понятен, и за такую точку зрения я его уважаю. Илья Пензер. Также у нас появляется второй раз с его шикарной самоделкой по Дарксосу. В прошлом видео это был Дракон. И без мина и король в этот раз у нас Солер. И команда Рекс вновь появляется со Старкиллером. Не самоделка, но в принципе очень классная фотка. Мне нравится кадр, как здесь поставлен. Ну и последний в нашем сегодняшнем выпуске это Дмитрий. Дима у нас создал сценку по нижним уровням Корусанта. Можете видеть здесь патрулируют Энакин и Оби-Ван. Они, можно сказать, в некоторой степени в тени находятся. Под своими плащами скрываются, дабы на них никто не напал. И на их глазах клон ликвидирует какого-то преступника. Или не ликвидирует, скорее просто его станет. Вот. Ну и в целом довольно неплохая диорама. Что ж, на этом я буду заканчивать нашу вторую часть этой рубрики. Надеюсь, в следующей больше будет активности. Потому что за этот раз так, ну, немного самоделок на самом деле было таких довольно интересных. Вот. Так что не забывайте, переходите по ссылке в описании в нашу группу ВКонтакте. Там каждый день выходит по несколько постов, относящихся к нашим любимым вселенным. Как Звездные войны, Властелин колец, по разным аниме, Лего и все в этом духе. Так что заходите, не пожалеете. Ну и, естественно, если вы хотите попытать свою удачу, собрать что-то поистине интересное, то вы можете это сделать и отправить фотографии вашей самоделки в фотоальбом под названием «Самоделки от подписчиков». Я его с редактором группы Галином Мареком проверяю каждый месяц и выпускаю такой вот ролик. Так что, если вам интересно, флаг вам в руки. Ну и я с вами прощаюсь. Это тизер моей самоделки по Bionicle. Вот такой вот гидролед с преследователем. Ждите на него обзор. Ну а с вами был я, Dominato Space. Всем спасибо, всем удачи и пока!